Hi my students. Сегодня мы наше краткое сообщение посвятим такой интересной предновогодней теме, как волшебному эфиру. Споры вокруг эфира большие. Известно нам со времен до Максвелловских и древних, от Платона и дальше, и от Архимеда. И сейчас до сих пор споры не утихают. Мы знаем, что специальная теория относительности выбросила этот эфир в помойку. И он не нужен стал. И ограничили скорость распространения. Вот цена нулевая одинаковая в любой инерциальной системе отсчета. Тем не менее, Максвелл, он предполагал, что и Максвелл, и Герц, и Хевисайд, и многие другие физики, серьезные физики, не как их сейчас называют, таких физиков, которые, ну и Менделеев тоже, как химик, они придерживались теории эфира. Ну и естественно, вот мы, студенты с вами, мы можем так вот рассудить, вот как это может быть такое, что свойства есть, а предмета нет. Вот подо мной стул. Размер его есть, высота, ширина, и так, параметры есть, но стула самого нет. Аналогично это с теорией эфира получается, что диэлектрическая проницаемость есть, значит, поляризуемость эфира есть, есть. Магнитная проницаемость тоже есть, значит, свойства определенные есть. Электромагнитная волна распространяется там в эфире, распространяется. А известно, что еще со времен нашего уважаемого Лемница, известно, что пустоты нет вообще в природе, нету пустоты. И до, это и Декарт тоже так же придерживался, и до него многие физики, природа не терпит пустоты. Поэтому электромагнитная волна распространяется, эпсилон, мю есть, и другие параметры есть, только нету самого вот в опыте Майкельсона, как бы его не обнаружили. Ну, значит, полагать надо, опыт был поставлен неправильно, некорректно. Свойства эфира были учтены неправильно. Исходили почему? Считали, что эфир, вот, как все природные явления, которые у нас вот имеются, они подчиняются определенным уравнениям. Но этих уравнений не так много, они составляют предмет так называемой математической физики. Это луновое уравнение, уравнение теплопроводности, уравнение массы переноса, лучевого переноса и несколько других таких физических уравнений, которые отражают в целом картину мира. Но следует отметить, что вот эфир – это такая среда, которая, возможно, этим уравнениям-то и не подчиняется. Поскольку экспериментально говорят, что невозможно его определить, хотя за экспериментом ходить не надо, если свет распространяется, коэффициент преломления единицы у эфира есть, электрическая проницаемость, сколько там, 8 пикофарад на метр с лишним есть, магнитная проницаемость, там микрогенрика с лишним на метр тоже есть. То есть, в принципе, какой еще эксперимент надо, кроме этого, добиваются, видимо, вот какого-то более солидного подтверждения, кроме вот этой герцовской и максвеловской электромагнитной теории, Хевисайда надо тоже приплести сюда. Ну и Менделеева нашего, Дмитрия Ивановича, у него интуиция была, конечно, колоссальная, он в своей таблице Менделеева эфир поставил на первое место. Ну, сейчас это называется лженаука, вот кто эфиром занимается, вот это вот, Атсюковский, все это, все это лженаука. Там люди какие-то занимаются, Пуховы и другие, это все считается лженаукой. Почему? Потому что, вот встали мы на точку зрения, что эфира нет, СТО и АТО, хотя экспериментально они не подтверждены. Сейчас и американские исследования, то исследователи тоже это подтверждают. Вся эта история, там, механика, техника, политика, политиканство научное, как оно Эйнштейн на это вывело, путем повышения рейтинга, как мы сейчас говорим, вот надули рейтинг, и у нас сейчас этим занимается. У нас, может, есть агентство, они тебе любой рейтинг надуют, 98% надуют, только деньги заплати этим товарищам, они нам надуют рейтинг большой. И аналогично и здесь тоже получается. А то, что там делали ребята Тесла, и вот сейчас многие занимаются это, значит, наплевать. Хотя вот ледница учил как раз, не надо сбрасывать с счетов никакие исследования, потому что в них может попасться как раз то зерно истины, которое вот не хватает для общей вот этой картины мира. Поэтому мы сегодня вот перед Новым годом таким сказочным вопросом займемся, как определим, попробуем определить один из параметров эфира, за который в основном-то борются сейчас многие, потому что ε0, μ0, коэффициент преломления известны, электромагнитные параметры, волновое сопротивление эфира известно, 377 Ом. А вот механическая плотность, так сказать, инертная, инерциальная плотность эфира, за неё борьба большая идёт. При этом разброс даётся очень такой большой. Некоторые исследователи, вот, например, Бриль, они плотность эфира до 10,6 у них доходит. А Шлёнов вообще 10,17 нарисовал. Вот у меня здесь табличка есть такая интересная. Сейчас я вам её покажу. Вот табличка. Здесь плотность эфира с физического вакуума по некоторым исследованиям. Вот по порядку. Вот от Сюковской, что даёт. 8,84 на 10 минус 12. Бриль, смотрите, насколько на 18 порядков. 10,6. Это граммы на литр. Пруссов даёт 8 на 10 минус 6. Пухов даёт. Кстати, эта табличка в основном взята из работы Пухова. Я на неё сошлюсь, на работу Пухова. Пухов даёт более-менее такую 0,01 на 10 миллиграмм на литр. Шлёнов даёт 10,17. Самая, пожалуй, большая величина. Ну, про нашу оценку я вам потом скажу. Вот они параметры эфира. Согласно некоторым параметрам эфира, по данным сайта Barabay.ru. Barabay.ru. Physics 1924HTML. Глоссарий по физике. Вот даёт, что он. Плотность здесь даётся 2,812 грамм на литр. Температура 2,73 кельвина. Скорость света, оно и известное. Диэлектрическая проницаемость, магнитная проницаемость. Диэлектрическая пикопарада на метр. Магнитная микрогенри на метр 1,2566. Вот такие вот параметры даются нам в литературе. Ну, как вот мы студенты, мы мудрствовать эти работы все море. Там Отсюковский написал, как Лев Толстой уже там произведение про эфир. Там не разберёшься. Это вот как по трибонике был товарищ, который был один по трибонике. Он председатель Международной комиссии по трибонике был, от наших кто-то. Так вот, по этой трибонике столько ли работ написал, что их просто не прочитать за очень много. Надо всю жизнь потратить, чтобы только изучить эти работы. Ну, мы вот срисовали те результаты конечные, которые они получили, и попытаемся самостоятельно какую-то логику поведения здесь составить. Ну, логика какая? Здесь очень логика у нас студенческая, чисто студенческая. Вот мы возьмём ту же самую таблицу Менделеева. В этой таблице Менделеева сколько там газа есть определённый, там вот водород, гелий, неон, кислород, азот, фтор, аргон, ну, криптон, там, ксенон и хлор. И вот эти все газы, их вот порядка так десятка газов. Двое жидкости, это бром и ртуть, две жидкости. Остальное всё твёрдое вещество. И вот у нас, значит, мы отсюда сделаем логику какую, что часть исследователей пошло по пути того, что эфир – это есть газ. И вот тут получили такие оценки. А часть исследователей полагали, что эфир есть – это жидкость. Получили другие оценки. Ну, не знаю, какие они получили, у нас другие получатся. А третий, что вообще твёрдь, эфир – это твёрдь небесная, как по Библии-то. Твёрдь небесная, 10,17 грамм на кубический, на литр, на кубический дециметр. Вот три таких подхода. Одни из волнового уровня не считали, что вот скорость света, там это пересчитали, всё через это. И получили такой же волновой уровень для распространения в среде, в жидкой, в твёрдой, газообразной среде. И подсчитали такие плотности. Ну, мы попробуем сделать это попроще, как по-студенчески. Вот мы построили такой график. Вот такой график мы построили. Зависимость вот… Ну, газы расположили мы, во-первых, в порядке возрастания плотности. И вот тут какие газы-то у нас будут? Водород, гелий, неон, азот, кислород, фтор, аргон. Ну, там есть ещё другие, но у них уже зашкаливает там. Они идут уже не в нашу зону. Мы возьмём только эти моменты вот до аргона. И вот здесь видим, что вот такой вот получается сплайн. Гористый такой склон. Очень сильно уменьшается вот от кислорода до неона, очень сильное уменьшение плотности. И водород там 0,08, он меньше 0,1. Вот табличка тут есть такая плотности вот этих веществ. Грамм на литр, вот они. Мы видим, что вот эсоводород 0,08, гелий 0,17, неон 0,09 считать можно, кислород 0,43, азот 1,25, фтор 1,60, ну 1,7 можно считать, аргон 1,78. Вот этими данными мы воспользуемся. И про такую студенческую простую вещь. Это линейную экстраполяцию проведём. Вот возьмём, что от номера зависит по линейной функции. А n плюс b равняется ρ. Ну отсюда при n равном 1, это получаемо ρ1, плотность водорода. При n равном 2, это плотность будет чего у нас? Гелия. Гелия. Ну вот, подставляя данные, мы получим здесь 1,24 мг на литр. А как погрешность определить? Вот тут вот мы попытались экстраполировать от аргона, то есть не от аргона, а от фтора к кислороду. Более-менее кривизна, вот, да, даже от фтора к аргону, вот эту прямую, последнюю, где я сейчас её ручкой укажу. Вот эту вот, попытались вот экстраполировать её, вот сюда вот, вот, дальше, да, 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 вот так вот. Как будто бы, если мы дальше бы не знали, поскольку у неё крутизна, у этой кривой, примерно равна крутизне, как вот гелия до водорода. Поэтому мы вот здесь экстраполяцию проведём, проверим. И вот эта дельта к этому d размеру общему мы отнесём, и это получится у нас погрешность. Погрешность нашей экстраполяции вот на этом участке. Но считая, что крутизна здесь и там, пример Данья Дакова, крутизна сплайна, вот пунктирные линии здесь, мы видим, мы дальше так же делаем. Поэтому мы считаем, что погрешность в минус 12% идёт. 1,24 мг на литр и минус 12%. Вот так мы здесь это и записали, такую простую вещь. Вот. 0,0124 минус 12% – наша оценка плотности эфира. Как видите, довольно просто. И что интересно, не очень много так в плане в этом отличается от оценки Пухова. Ну, а от других оценок, конечно, отличается сильно. А от Пухова, ну, почти на порядок тоже. Ну, в меньшую сторону. Может, чуть меньше, чем на порядок, в 9 раз там с чем-то. Вот, это о плотности эфира, о которой очень много сейчас как раз спорят. Считают, какую-то вот энергию мы должны от эфира использовать как дрова. Раньше у нас были дрова, в первобытное время-то жили на дровах, энергии получали. Сейчас энергия воды, дровами является падающая вода, потом, значит, дровами является сконцентрированный уран там и так далее. Радиоактивные вещества вот пытаются на тории. На тории вроде будет безопасней. Это атомная вся система и более одна материала, обеспеченные с точки зрения сырья, ториевая энергетика. Многие солнечную энергию используют. Мы про это говорили в лекциях, про солнечную энергию. И вот, а некоторые вот хотят брать из эфира, как вот Тесла. Ну, то есть, ну, это дело, вещь, связанная с резонансами. А резонансы, сами знаете, они даже вот в мотостроении, на мосту, и тоже это резонанс не очень. Если мы резонанс этот используем, будем брать от колебательной системы. Как вот Тесла считал, что вот у нас же всё уже вращается, система-то солнечная, она же могучую энергию имеет. И у неё какие-то есть собственные колебания. Если туда войти, подключиться электромагнитным путём, то мы можем получать вот эту вот энергию, откачивать от этой солнечной системы. И от, в принципе, в дальнейшем от всего солнечного пространства. Поскольку эти все вещи, они заряжены, но имеют определённые заряды, что Луна, что Земля. Вот. То на этой разнице, как вот конденсатор, два сферических конденсатора, Земля-Луна, плюс индуктивность, конечно, расстояние-то есть. Значит, индуктивность 1,2 микрогенри на метр-то есть, а километры большие, генри накопится. И получается колебательный контур. Ну, другие считают, что, значит, не за счёт электричества получать от эфира, а механическую откачку, за счёт всяких механических систем. Ну, это вот, типа, какие с древности хотели получать, это вечные двигатели там и так далее. Ну, тоже тут дрова какие-то. Разность перепад температур, перепад давлений, перепад это естественные источники. А вот здесь вот получается такая альтернатива, что как рабочее тело у нас электрон, в принципе, довольно-таки ограничен, электрон, рабочее тело, значит, ищут другое какое рабочее тело, которое может дать большее количество энергии. Поскольку вот получение с помощью электронов, генерация электронов всё больших и больших мощностей, она становится, как говорится, менее рентабельной, чем использованы вот этих нейтронов распада, радиоактивного распада. То есть, как рабочее тело, вот эти вот нейтроны и радиоактивные элементы, эти дрова. Пока вот считают, что вот экономически подсчитали, что вот, ну, тоже связано, конечно, с большой вредностью. Это связано с большими затратами технологическими на обеспечение безопасности. Вот последний случай, пожалуйста, на Ленинградской атомной станции взорвался трубопровод. Пара за... Всё помещение заполнило паром от перегретой воды. Вот это уже было на грани Чернобыля, как говорится, второго Чернобыля. Но это уже будет Чернобыль под Питером. Здесь Питер уже, если Чернобыль там не такая плотность была населения, то под Питером тут уже население, конечно, плотность большая. И плюс дальше европейские страны очень хорошо заселены. Поэтому также с Калининской электростанцией здесь обстоят дела тоже неважные. В любой момент может произойти катастрофа на Калининской, и тогда тоже город огромной численность Калинина и окружающие его города пострадают от радиоактивного заражения. Куда ещё пойдёт облако? Ну, у нас ещё и в Воронежской, и в Ново-Воронежской уже очень много этих атомных электростанций. Всё продолжает их клепать, поскольку технология уже отработана, уже всё запущено, деньги крутятся в этом деле. Так вот, за счёт энергетики получается. Хотя, несмотря на то, что вот это всё вкладывается, а себестоимость электроэнергии, даже атомная, она растёт сейчас даже сильнее, чем вот себестоимость те, которые работают на газе, электростанции газе. То есть затраты на газовые, вот эти преобразования газовые дрова, как говорится, и нефтяные дрова, они затраты получаются меньше, чем и обеспечение безопасности меньше. Поэтому себестоимость, сейчас в связи с падением цены на газ, атомная электростанция как бы теряет. Плюс солнечная, если весь юг, там 50 градусов жара, им надо прикрывать крышу, создавать тени везде. А чем тени создавать? Кремнием, пожалуйста. Кремнием это самый распространённый элемент после кислорода. На матушке Земли первый кислород, второй кремний. То есть углерод кремний, да. Или кислород кремний, я уже сейчас не помню. Но кремний второй патч, и пожалуйста, его сколько угодно, этого кремния. Прикрывайся, получай, там нету дождей, нету ничего, зато энергия мощная, можно её качать на север. Кому там огурцы надо выращивать на севере. Поэтому, вот с точки зрения экономики, ещё нужно подсчитать. Это море работы, ещё графики все эти построить. Себестоимость добычи нефти, газа, себестоимость преобразования в электричество этого вопроса и так далее. Ну вот, а такие сказочные новогодние вопросы, как эфир, мы с вами сегодня вот и затронули немного. Что касается плотности. Ну, если считать, это мы сосчитали, что эфир у нас с вами газ. То есть, продолжение, вот это экстраполировали с кривой газов. А если взять кривую жидкостью? Ну, у нас всего две жидкости, тут одна прямая получится. От этого брома до ртути. Ну, бром где-то 38, по-моему, а ртуть 80. 36 ли бром-то, я уже сейчас не помню. Вы там Менделеево-то подкройте, посмотрите. И вот проведите это прямую-то. Я вот попробовал провести. У меня даже получилось что? Что экстраполирую я, считаю, что эфир – это вот жидкость. И тогда у меня получается плотность этой жидкости минус 7 грамм на сантиметр кубе. Минус. Это, смотрите, что. Может быть, но это сказка. Что, как это можно объяснить? Значит, мы получаем, что у эфира отрицательная масса. А отрицательная масса к чему приводит-то отрицательная масса? Если закон притяжения посмотреть, там обе массы положительные, и квадрат расстояний – всё положительное. То есть мы имеем только притяжение. А если мы получим отрицательное, одна из масс отрицательная, то мы получаем что? Отталкивание. То есть мы получаем левитацию. Вот в этом эфире получаем левитацию. Ну, это фантастика. Но так получается, если посмотреть, экстраполировать в сторону водожидкого. Но с точки зрения твёрдого, вот как рассматривает Бриль и другие товарищи, у которых 10 в 12-17 получилось, вот у Бриля 10 в 6, а у товарища Швёнова 10 в 17 грамм на литр. Вы представляете, какие? Это значит, что они что-то твёрдое экстраполировали, в какую сторону – неизвестно. Вот такие дела. Ну, можете попробовать тут. Необходимо сильно потрудиться, чтобы объяснить вот эту цифру. Минус 7 грамм, даже по жидкостям. Минус 7 грамм на сантиметр в кубе. Ну, вот, может быть, нам помогут это вот Дед Мороз и Санта-Клаус. Кстати говоря, вот почему у нас ещё одна из причин разногласий вот этих во всех праздниках. Запад там по-своему, Восток по-своему. Они нас не понимают, мы их не… Мы их-то понимаем, но они нас никак не могут понять. Вот если так рассматривать, что такое Дед Мороз? Ведь если англичан скажут «Дед», «Дед, это мёртвый, мёртвый Мороз». Значит, у нас этот мёртвый, мы служим этому мёртвому, этот мёртвый приносит подарки. Англичанин там на острове смотрит, а американец говорит, «Да что это за козлы такие? Они только мёртвому служат, не живому Богу-то». Конечно, это враги, это враги. А если у них такие праздники, служишь какому-то Деду Морозу. У нас-то Санта-Николаус, Мэри Крисмас. Санта-Николаус, Мэри Крисмас. Вот поэтому вот такое вот непонимание у нас в этих даже праздниках, что такое Дед Мороз. Это такая вот уже бредятина. Вот сейчас доходит до меня, начал я вот этот английский язык тут изучать и понял, что тут какая-то есть нестыховка. Плюс вот эти ёлки, они всё время выкидывают, как где, на похоронах, ёлки-то. Там в последний путь провожают товарищей, и ёлочками путь. А у нас Новый год тоже ёлочки. Ну, как вот нас понять? Скажут, ну, действительно, там дураки какие-то эти. У них и праздник-то не праздник, как у негров. Вот негры тоже, они там хоронят родственников, и поют, пляшут, веселятся, радуются. Всё наоборот. Тоже их никто не понимает. Так же и нас тоже никто не поймёт, раз у нас Дед Мороз. Ну, это так, шутка. Вот. Но моей-то мечтой с детства было что? Что получить именно вот эту отрицательную инертную массу, чтобы можно было её подставить в уравнение гравитации и получить отталкивание, чистое отталкивание, как вот святые ходят по воде, и всё. Они как-то овладели этой отрицательной массой и так далее. Это вопрос реальный. Поэтому вот с Новым годом, дорогие слушатели и зрители нашего канала ютубовского. Ну, и задание. Здесь вещи есть. Такой же график можно построить, исходя из диэлектрической проницаемости вот этой вот газов. Диэлектрическая проницаемость, они все разные, и все стремятся к единице. Единица – это эфир. Из этой единицы получена скорость света. И вот здесь связка между числом частиц есть, поляризуемостью, и диэлектрической проницаемостью. А число частиц, соответственно, связано с малярной массой этого эфира. Ну, плотность с малярной массой, наверное, можно тут как-то посчитать. Но есть такие ученые, они позапрошлого века, с 1879 года, они нашли вот эти связи. Эти ученые следующие. Вот вам задание. Провернуть вот это, изучить вот эти формулки. Вот есть такой Клаузис Масотти, 1879 год. Вот здесь эпсилон – это относительно диэлектрической проницаемости. Ну, газа, пусть будет газа. 4 третих ПН – это число частиц в единице объёма. Альфа – это поляризуемость. Ну, соответственно, если мы уйдём в частоты световые, то здесь формула Лоренц-Лоренц работает. 1880 год. Здесь N квадрат. N – это коэффициент преломления вот этого газа. Ну, и также N – это число частиц в единице объёма. Альфа L – это альфа-электронная поляризуемость. Ну, и наконец, как это вот Лоржевен-Дебай связали это с температурой. Как это всё меняется с температурой. Вот T – это температура Кельвина, Ка – это Польцман, конечно. И вот здесь такое дополнение к формуле Клаузиуса Масоти. Вот дополнение в виде П квадрат делён на 3 КТ. Вот таким образом. Вот эти формулки позволяют нам дальнейшие параметры вычислить вот этого предполагаемого эфира. Вот на этом мы с вами закончим. Ну, и под конец, поскольку у нас мы студенты с вами, дам вам один хороший рецепт праздничного очень такого весёлого шампанского. Значит, берём соку, ну, яблочный сок или яблоки, нарезаем килограмм яблок на трёх литровую банку. Значит, килограмм яблок, килограмм песку и остальное заливаем водичкой. Ну, и добавляем туда несколько капелек нашатырного спирта, или как он называется, аммиак. Раствор аммиака продаётся в аптеке. В аптеке также продаётся перчатка, вот эта вот перчаточка и резиночка такая, вот, как её называют, лекарство скреплять, резиночка тоненькая, такая кольцевая. Вот на трёхлитровую баночку вот эту варежечку ставите и резиночку вдвойне закрепляете. и всё, и у вас через недельку там будет уже шампанское, оно будет пениться и, как говорится, стрелять из бутылки. И студенческое такое прекрасное удовольствие. вот в этом году был яблок урожай. Вот мы выгнали такой сок из яблок. Ну, добавили, конечно, воды, чтобы не так было круто. Там добавили чуть-чуть водички, конечно, желательно крещённой Мэри Крисмас водички. Вот с 19 по 25 января будет течь водичка. Изо всех щелей она вся будет цветая. Изо всех дырочек, краны, водопроводы и так далее. И всё это мы копим где-то там эту водичку. А потом, когда наступает яблочный спас, вот мы такую вот вещь делаем. И вот прекрасная штука получается. Вот таким. Это студенческое. При малых затратах мы получаем огромную уже практическую экономию. Значит, вот таким образом килограмм. Ну, можно не обязательно яблок. Вот мы работали на переборке, допустим, этих фруктов. Студенты многие у нас ездили там работают. Там эти бананы их просто так дают, выкидывают. Они там чуть-чуть чернели. Также в магазине продаётся. Их почти даром это дают. Можно также сок использовать в пакетиках. Продаётся прекрасный сок. виноградный. Можно получать виноградное вино прекрасное. Даже из томатного сока тот же самый рецепт, только воды меньше. Потому что в соке там уже есть вода. Можно просто наливать и туда добавлять для затравки винца нормального, который уже настоялось. И ещё вот этого не забыть нашатырного спирта, который очень улучшает брожение. Ещё раз поздравляю вам с праздником. Желаю вам крепкого здоровья и всех благ.